Любите ли вы театр так, как любим его? Мы с моим сегодняшним гостем. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня заслуженный артист России, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей Владимир Гальченко. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Владимир, ну скоро-скоро уже стартует второй международный фестиваль Волго-театральный. Межрегиональный. Межрегиональный, международный, об этом тоже сейчас поговорим. Волго-театральный. Проходил он два года назад, в 13-м году впервые, и вот сейчас мы его ждем. Когда мы ждем его и кого мы ждем? В общем-то, можно сказать, что уже через месяц, потому что 20 сентября стартует фестиваль и продлится до 27 сентября, то есть неделя семь дней. Почему он межрегиональный? Потому что Самара на эту неделю станет театральной столицей Приволжского федерального округа. Эта идея возникла два года назад, и у фестиваля есть родители, то есть это ассоциация городов Поволжья, есть такая, и у Союза театральных детей Российской Федерации, у его Самарского отделения. Вот такие родители у этого фестиваля. И мы решили собрать театральную историю Приволжского федерального округа, потому что в таком большом федеральном округе не было своего объединяющего театрального фестиваля. Ну вот я помню, в прошлый раз, вот в 2013 году, все говорили о том, что неделя так мало, хотелось еще, и вот неделя, вот она такая волшебная. А это закон театра. Это закон театра. Спектакль должен заканчиваться тогда, когда хочется еще. Да, для того, чтобы эти два года, а фестиваль проходит раз в два года, пролетели как вот один день. Но его ждали, к фестивалю готовились, да, и подготовка на самом деле колоссальная. Но подготовка такого большого театрального форума, она занимает, в общем-то, год. То есть год, в один год проводим, в следующий год готовимся. В следующий год мы готовим, потом проводим. Условия фестиваля такие, что это лучшие спектакли театров, которые заявили себя на участие, да, их было 36 театров Приволжского федерального округа, которые захотели участвовать в этом фестивале, и отобрались в афишу, то есть попали в афишу нашего второго межрегионального фестиваля Волготеатральное. 13 театров из 36. Серьезный конкурс. Да, как этот конкурс проходил. Ну, во-первых, эти спектакли должны быть не старше двух лет, коль фестиваль проходит сразу в два года. И эти спектакли должны иметь положительный резонанс в том городе, где этот спектакль родился, и у зрителей, и у театральной общественности. То есть этот спектакль должен был заявить о себе в том городе, где он идет. Вот несколько спектаклей, вот зрителям нашим скажу, несколько фрагментов спектакля мы сегодня покажем, приоткроем некую завесу такой тайны, потому что все спектакли, все театры свои спектакли передавали на видео, чтобы для конкурса, чтобы жюри могло посмотреть это все. И вот об одном из спектаклей в первую очередь тоже хотелось бы поговорить. Господа Головлевы, спектакль, ну, вроде известное произведение, все там понятно, но о чем хочется сказать? Театры же стараются для фестиваля как-то украсить, да, свои спектакли. Как-то их преподнести. Не только украсить, не в смысле, что там все одели очень красивые костюмчики, а просто прочитать то или другое произведение как-то по-особенному. Вот об особенностях. Оказалось, что театр вот со спектаклем господа Головлевы оказывается прекрасной певцы. То есть вот я посмотрела, и фрагмент, который тоже предлагаю нам сейчас посмотреть, фрагмент с песней «Великолепное пение», очень интересное произведение. Давайте посмотрим и вернемся. Песня «Великолепное пение» 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 театров. И здесь тоже мы видели, да, вот эти мешки люди складывают, то есть это вот... Но мешки не из-за бедности, а из-за творческого образа. Есть придумки, да, то есть это спектакли, которые сделаны в придумке. Это все спектакли на фестивале, они вот такие придуманные, сочиненные, или это редкость? Нет, ну вообще театр начинает быть театром тогда, когда в нем есть фантазия и талант. Когда нет фантазии и таланта, это говорящая книга. Можно, естественно, прочитать замечательную прозу, например, того же Салтыкова, Щедрина или Достоевского, да? Это мы когда читаем, мы же фантазируем, читая. А вот какая фантазия пришла режиссеру и артистам, играющим тот или другой спектакль, когда в очередной раз они взяли и открыли ту или другую книгу. В этом году фестиваль разделен по двум направлениям. У нас новое направление появилось. Это кукольный театр, правильно? Да, фестиваль же должен расти как ребенок. Вот он родился в 2013 году. Сейчас второй идет раз фестиваль волготеатральный, значит рост должен быть какой-то. В этот раз у нас произошло то, что фестиваль вышел, как мы говорим, на двужанровость. Что не получилось у нас в первом. Это искусство драматического театра будет представлено и искусство театра кукол. У нас очень интересно представлены куклы в афише. Причем куклы не детские. Все спектакли взрослые, очень серьезная драматургия. И, в общем-то, нам очень хочется напомнить нашему зрителю о том, что театр кукол это не детский театр, это всего-навсего жанр театрального искусства. И если вспомнить Великого Образцова, там были вечерние спектакли, где, да, мы приходили в декольте. Поэтому мы хотим, чтобы эти спектакли по взрослым произведениям, но в кукольном жанре именно прозвучали в афише нашего фестиваля, как еще и напоминание и как бы просвещение нашего зрителя, что вы не детей развлекаете колобком, хотя тоже это надо, а вы имеете возможность подумать о чем-то важном именно в кукольном жанре искусства. Пометки «16 плюс» будут там, потому что то, что я тоже посмотрела, как бы там действительно совсем не детские истории, хотя написано в куколе. «16 плюс» у нас идет и Ульяновский театр кукол показывает Теркина на том свете, тоже «16 плюс», и «Академия смеха», и «Жевский театр из Удмуртии», но на русском языке тоже пока, «Академия смеха». Вот интересно, да? Эта пьеса шла в нашем драматическом театре в живом плане, а теперь посмотрим, как «Жевский театр» решил ее в кукольном варианте. Ну, а мы сейчас посмотрим вместе со зрителями Ульяновский как раз театр Теркина на том свете. Очень необычный, интересный фрагмент. Давайте смотреть. «Академия смеха» «Для того ведем дела с сроком номер в номер, чтобы ясность тут была, правильно ли помер?» «Мне случалось иногда рано не смертельно!» «А его зашлют сюда, снимайтесь отдельно!» «Стой ему сперва!» «В зону ожидания!» Теркин мельком те слова принял во внимание. «Непонятно, новичок, вот тебе иди-ка, а без формы на учет встань у нас подико!» «Осмелел!» «Вады спросил!» «Нет ли из-под крана?» «Его глаза красиво посмотрели странно!» «Задавал отговоряк, усмехнувшись криво!» «Ты еще спросил, брат, на том свете пила!» «Ульяновский театр» в прошлый раз тоже принимал участие в фестивале, даже получил гран-при. «Я думаю, зрители помнят, кто успел попасть на этот спектакль, это было Фрекин Жюли, и гран-при фестиваль решила жюри наше. В общем-то, это очень серьезный приз, но тогда призы были одни, поскольку один театр кукол присутствовал, и драматические театры кукольные оценивались одинаково. Сейчас, поскольку у нас несколько театров кукол, значит, отдельные кукольные номинации, отдельные победители в жанре театра кукол будут, отдельные в драматическом. Ну и плавно переходим. У нас есть такая статуэтка, да, прекрасная, которую все лауреаты фестиваля, я так понимаю, получат. Давайте про нее несколько слов, потому что... Это авторская работа нашего скульптора Николая Куклева. Она, в общем-то, вмещает в себя все, ну, как нам показалось, исторические места нашего города, поскольку фестиваль привозка федерального округа, но с постоянной пропиской в нашем городе, в Самаре. Поэтому здесь и наш пивзавод, и чего только нет. Вот. А это наша знаменитая Стелла Крылья здесь есть, которая одновременно стала еще и эмблемой фестиваля. На всех майках, на всех буклетах будет наша Стелла Крылья. И театры, которые победят в той или в другой номинации, увезут вот такой подарок от нашего фестиваля. Сколько их сделано будет штук? То есть, соответственно, сколько номинаций? Их 20 штук, потому что 20 призов имеет право учредить жюри. А как они назовут эти призы? Это право жюри по положению фестиваля. То есть, они нам родят. Или же это будет лучший спектакль, или лучший артист, лучшая актриса, лучший молодой. То есть, жюри может свободно варьировать в этих номинациях. Но не больше 20, вот такое условие. А жюри у нас очень серьезные. Это ведущие критики нашей страны, из Москвы. Поскольку Союз театральных деятелей один из родителей фестиваля, поэтому ведущие критики «Золотой маски» прибудут на фестиваль. Представили там жюри доктор наук Наталья Старосельская. Члены жюри все доктора наук, все театральные критики. Сергей Коробков, Ирина Мягкова, и Любовь Лебедина. Фестиваль будет освещаться и на Радио России. Радио России присылает своего корреспондента сюда. И на канале «Культура». И, естественно, дневник фестиваля будет на родном канале «ГИС». Это куда без этого, конечно. Где смотреть? Потому что спектакли несколько, площадок несколько, чтобы зрители наши могли сориентироваться и понять, куда предпочтительнее для них сходить. Да, естественно, чтобы разместить 13 спектаклей за одну неделю, необходимо брать несколько площадок. В этот раз фестиваль работает на площадке Самарского академического театра драмы. Там будет открытие фестиваля 20-го и завершение 27-го в драматическом театре, где после будет как раз и награждение. Фестиваль принимает театр «Самарская площадь», театр «Камерная сцена». Один спектакль, кстати, ульяновского театра «Терки на том свете» пройдет в ДК «Жизнодорожников» или, может быть, кто-то помнит старое название «Клуб революции» 1905-го года. Это на Льва Толстого. Вот эти площадки. Вот такая география. Хорошо. А в «Доме актера» вот это. Да, еще очень важно. А в «Доме актера» это штаб фестиваля. Ежеутренне в 1 часов утра будет проходить обсуждение вчерашнего. Языка сорвали, потому что только хотел сказать, в прошлом году были обсуждения, на которые тоже могли некоторые люди попасть и интересны для себя послушать. Но фестиваль очень важен для зрителя, понятно, но очень важен и для нас, потому что театр искусства живое, нам надо понять, куда движется российский театр сегодня, какие направления предпочтительны, да. Поэтому есть и лабораторная составляющая у фестиваля. При закрытых дверях в «Доме актера» идет обсуждение членами жюри на участников фестиваля, перед участниками фестиваля, вчерашнего дня. То есть это закрыто, зритель не опускается, это наша внутренняя кухня для того, чтобы понять, куда движется это живое дело театр на сегодня в нашей стране. Можно ли сказать, что в театральной кухне, как бы говорят, можно ли считать, что вот, допустим, стать лауреатом нашего фестиваля, да, в Приволжском федеральном округе, это такой, ну, маячок для того, что, ну, можно, допустим, на золотую маску подаваться. То есть есть ли вот такой вот задел того, что если признано на вот этом уровне, да, на немаленьком, так скажем, значит, действительно, театру не только самому кажется, что спектакль удался, да, и дальше его как-то... В любом случае, фестиваль — это конкурс, да, бывают конкурсные фестивали, бывают не конкурсы. Этот фестиваль, волготеатральная, который пройдет с 20 по 27 сентября в нашем городе, он конкурсный, значит, будут призы. И каждый театр, который получил приз за свой спектакль в той или другой номинации, он разместит это в своем портфолио театра, во-первых. Потом наша главная национальная премия «Золотая маска» — это премия «Союз театральных детей России». И наш фестиваль Приволска федерального округа тоже «Союз театральных детей России». То есть это одна история. И хороший спектакль должен звучать и на региональном фестивале, и на всероссийских фестивалях, и на «Золотой маске». Престижная премия у нас в округе. Те, которые получат приз на Приволском фестивале, Приволска федерального округа, естественно, сразу станет известна всю театральную Россию. Но я думаю, это важно. — Про Россию, да? Россия понятие широко. У нас в этом году четыре республики принимают участие в фестивале. — Это вот тоже рост нашего фестиваля, потому что если на первом фестивале две республики Приволска федерального округа приняли участие, это Татарстан и Мордовия, то на втором фестивале у нас уже четыре национальных республики принимают участие. Это Татарстан, Мордовия, и плюс добавился вот Ижевск со своей Академией смеха совершенно замечательной. Это Удмуртия и Башкортостан. Башкортостан присылает спектакль очень известного и знаменитого Уфимского театра, русского драматического театра. Мы открываем фестиваль этим спектаклем «Отцы и дети». Это марочный театр. Ну, говорят, есть театры марочные, есть театры экспериментальные, театры новые, всякие. Это вот марочный театр, имеющий свою многодесятилетнюю историю, имеющий свой большой авторитет. Поэтому мы предложили Уфимскому театру их спектаклем «Отцы и дети» открыть наш фестиваль. Ну вот раз уж зашла речь «Отцы и дети», давайте тоже посмотрим небольшой фрагмент. И хочется мне там еще кое-что, одну тонкость обсудить. «Отцы и дети» Давайте смотрите. Я люблю детей. «Отцы и дети» «Отцы и дети» Это дядя. «Сколько пишем в месяцах?» «Два месяца. Скоро вот третий пойдет, одиннадцатого числа. Он похож на брата. «Отцы и дети» На кого же мы еще походим? «Да, пресомненное сходство. Вот ты же, Павел. Славная у тебя мальчуганка. А я заверну сюда насчет чая. Это что, брат сам с собой к тебе зашел? Сами. Ну, это хорошо. Здравствуй, музык. О современности этой истории хочется поговорить, потому что произведения известны. «Отцы и дети» все читали, знали, школьные программы и так далее. Написано было еще до нас, так скажем. Вот. Здесь мы видим и часы, современные костюмы, антураж современный, там сотовый телефон и все это. Это частая практика, частое явление, что осовременивают старые произведения и для чего это делается? Ну, любое произведение, которое называется классическим, это значит, что оно современно на все времена. Это не важно в какое время, когда и где оно было написано. Почему? Это классика, да? И, естественно, каждое поколение имеет свой взгляд на ту или другую историю, потому что в центре любого классического произведения есть история, есть те мысли автора, который написал это, которые не исчезают из жизни человека. Человек с ними рождается, с ними уходит, меняются поколения, а история его как человеческой особи со всеми за и против, с чем сталкивается человек в жизни только по-разному, сопровождает его всю жизнь. Меняется что? Меняется мода на одежду. Вот так как мы одеты сегодня, но не одевались во времена Достоевского, а все остальное все то же самое. Ну, тогда для чего это делать? То есть, какое это дает спектаклю что-то новое, что-то особенное? Для того, чтобы сегодняшний зритель, придя в зал, узнавал в той или другой истории свою историю. Потому что театр и искусство сиюминутное, мы не музей, мы не кинолента, которую отснялись 70 лет назад, и сегодня же мы ее смотрим и говорим, вот это немножко устарело, конечно. Но в принципе фильм хороший, да? Про театр так нельзя сказать. Театр не может устареть. Театр должен быть всегда про сегодня, несмотря на то, что он играет Достоевского, Чехова, Тургенева, вот как отцы и дети, например. В прошлый раз, вот два года назад, мне все время хочется сказать в прошлом году, в прошлый фестиваль шла речь о том, что ну только через два года, ну нам хочется еще встретиться поскорее, да? То есть, вот это все явление, оно осталось. Вообще отклики насколько были, потому что, насколько вот я помню, были потрясающие совершенно. И отзывы, и отклики, и писали столько хорошо. И очень много было прессы, которая разошлась по всей стране, очень много писали об этом фестивале, говорили, и после того фестиваля, я как секретарь Союза театральных деятелей имел доклад в Москве на секретариате об этом фестивале. И, конечно, все загорелись, какая хорошая идея родилась в Самаре, какая она замечательная, какая уникальная. Уникальная еще и в том, что этот фестиваль дает возможность перезнакомиться театром, работающим на замечательной реке Волга, увидеть друг друга. Потому что на том фестивале даже при мне заключались договора о сотрудничестве. Трясающе. Да, ты поставь у меня вот это, а ты поставь у меня вот это, а ты можешь вот этот свой спектакль, который я сейчас посмотрел, поставить с моими артистами. То есть заключались договора, заводились знакомства, и я знаю, что гастрольные обмены театра участников первого фестиваля осуществлялись. Вот о гастролях получается, как бы, ну, с одной стороны, нам-то самарцам хорошо, это мы все можем тут у нас посмотреть, а вот другим городам, участникам, да, получается, что это надо ехать в Самару, да, если тоже хочется этой театральной жизнью пожить. Какая-то, может быть, разрабатывается система, чтобы потом лучшие спектакли, спектакли-номинанты или кого-то все-таки провести по вот этим городам и показать другим людям, то не только нам. Ну, в общем-то, это и есть, что вот я, как говорил, театры договаривались между собой об обменных гастролях. То есть один спектакль, участник фестиваля, едет в этот город, из этого города спектакль, участник фестиваля, едет в тот город. Но это все, что мы можем предоставить, потому что, к сожалению, ни «Золотая маска», ни наш фестиваль не может посмотреть ни один человек все, потому что будут параллели, и зрителю надо выбирать, и фестиваль будет выбирать, что они смотрят в этот вечер. Не может посмотреть все никто, даже жюри будет делиться, да, жюри большой, они тоже будут делиться. Ну, иначе, ну, конечно, было бы замечательно, если бы фестиваль не неделю шел, а, допустим, месяц, месяц театра, да. А культуривание массовое. Да, но, к сожалению, это невозможно. Мы очень благодарны, союз театральных детей очень благодарен департаменту культуры и туризма Самары. Это они в какое бы сложное не было положение, сейчас говорят, финансовое в стране, да. Оно, кстати, у нас никогда не было благополучным, да, но вот сейчас в очередной раз в связи с естественными сложностями неблагополучно, они все равно нашли возможность, чтобы фестиваль жил, чтобы он прошел во второй раз. Это, конечно, огромная благодарность департаменту культуры города. Среди спектаклей, которые наши зрители увидят, мы увидим, есть совершенно потрясающий, уникальный спектакль, вроде знакомого названия, «Ромео и Джульетта Шекспирна». Да, да, да. Это единственный спектакль, который играется на родном языке, не будем заходить вперед, смотрим, потом обсуждаем. Давайте. Давайте. Ха-ха-ха-ха! Ха-хаа! Не, стоит этот колбас! ТАРЖИСТВЕННЫЙ ГЕЛОДНОК Т empres? Я спросила из своего рода, Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Очень интересно работающий театр из Татарстана, из города Альметьевск. На первом фестивале они привозили чудесного Брехта. То есть театр очень интересно работает, и я очень советую посмотреть этот спектакль. Я думаю, что на этот спектакль придут не только наша татарская диаспора, я думаю, что любителям театралам будет очень это интересно. Осталось буквально полтора минуты до конца эфира. Владимир Александрович, давайте еще раз приглашаем всех на фестиваль, потому что спектаклей будет много, будет что посмотреть. Что сами порекомендуете посмотреть? Вот такой вопрос. Я сам не посмотрю все. То, что я не смогу посмотреть вживую, я посмотрю на видео. У меня есть такая возможность. А зрители... Я предлагаю выбрать, потому что продажи билетов уже на всех площадках есть. Билет можно купить на тот спектакль, в каком театре он идет. Так что, пожалуйста, надо торопиться. Фестиваль пройдет ровно через месяц. С 20 по 27 сентября берет старт второй межрегиональный фестиваль «Волга театральная». И Самара на целую неделю станет столицей Приволжского федерального округа в плане театра. Это, друзья мои, прекрасно. Предлагаю всем не полениться, не пожалеть денег, потому что все-таки театральные билеты иногда бывают не очень дешево. Но, тем не менее, приходите на фестиваль «Волга театральная», наслаждайтесь. А со зрителями я прощаюсь. До следующей пятницы. Это был Город Эск. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова